В связи с наступлением теплой весенней погоды просыпаются и клещи. Водкинск не стал исключением. Первый случай укуса клеща врачи Водкинской районной больницы зафиксировали 4 апреля. Жертвой кровососа стала женщина. По прогнозам водкинских специалистов в этом году ожидается высокая активность клещей. Известно уже давно, что наша республика, наш регион является эндемичным в плане клещевого энцефалита. Клещи у нас никуда не пропадают. Они как были, так и есть. То есть с укусами клещей каждый год обращается большое количество людей. Клещевой энцефалит как заболевание тоже никуда не исчезает. Конечно, количество заболевших клещевым энцефалитом уменьшилось. Это благодаря вакцинации, благодаря все-таки диротизационным обработкам. Но случаи клещевого энцефалита все-таки есть. В прошлом году в стационаре в Откинской районной больнице с диагнозом энцефалит проходили лечение два человека. Причем у одного из пациентов болезнь проходила в очень тяжелой форме. Сложное течение этой формы заключается в том, что человек остается инвалидом после этого. То есть есть лихорадочная форма, когда просто человек лихорадит. Есть менингиальная форма, когда поражается головной мозг. Есть полиомиелитическая, когда идет поражение на уровне ствола мозга. И у людей начинают не функционировать конечности. То есть это уже инвалидность. Чтобы предотвратить данное заболевание, как энцефалит и баррелиоз, нужно прибегнуть к самому надежному средству профилактики, которым является вакцинация. Прививка проводится трехкратно. Начинается она с осени. Первую аппликацию делают осенью. Следующую, вторую аппликацию делают уже весной следующего года. И третью вакцинацию делают уже через год, тоже весной. В последующем ревакцинация с целью поддержания иммунитета в организме делается уже раз в три года. Чаще всего присасывание клещей происходит в лесах, в лесных массивах, близи населенных пунктов. На территории садоводческих товариществ, на кладбище, в черте населенных пунктов, на рыбалке. Кроме этого, надо помнить, что наиболее активны клещи утром и вечером. В жару или во время сильного дождя клещи малоактивны, что снимает опасность их нападения. Если, несмотря на то, что человек сдал клеща на обследование, хоть сдал, хоть не сдал, даже если он сдал, и у него клещ отрицательный, что на клещевой амцефалит, что на баралиоз, все равно нужно идти к врачу. Все равно нужно получить профилактику, потому что у нас в санэпиденстанции обследуют только на две инфекции. Клещ может быть переносчиком четырех инфекций. После того, как получили результат, пусть даже это отрицательный, нужно обратиться к врачу. Какие четыре инфекции могут быть в клещу? Клещевой амцефалит, эксодовый баралиоз, эрлихиоз и анаплазмоз. Что делать, если клещ укусил? Сначала от паразита нужно избавиться. Не выдергивайте его. Вы, скорее всего, оторвете только тело, головка останется глубоко в коже. Лучше доверить извлечение клеща профессионалам в травпункте или поликлинике. Елена Рудакова, Дмитрий Наговицын, Водкинске.